Издательство «Эксмо» Татьяна Степанова «Умру вместе с тобой» Глава первая. Даже светлые подвиги — это только... Одинцова, Николина гора, 15 лет назад Военный вертолёт завис над лесом и в мгновение ока переместился влево, приближаясь к низким корпусам школы искусств. В прошлом это была общеобразовательная школа. Она пережила внушительный ремонт, внутреннюю перепланировку, отделку, но так и осталась в памяти Одинцова школой с большой историей, которую сломать нельзя, несмотря на старые приземистые корпуса мрачного казарменного дизайна, ныне обшитые новомодными яркими панелями. Словно кубики на фоне соснового леса и других близлежащих строений знаменитого пансионата Николиной горы Сосны, где в разные времена лечились от недугов сильные мира, принимая уникальные жемчужные ванны, про которые ещё со времён Политбюро ходили сплетни в народе, и проходили различные программы омоложения и восстановления половых функций в почти мистическом тайном отделе геронтологии. Школа Одинцова, где учились дети и внуки тех, кто раньше месяцами и годами проживал на государственных дачах, а ныне обретался в поместьях и дворцах, преобразовалась в воскресную школу искусств, в которой новые дети, внуки и правнуки тех, прежних, занимались дизайном, йогой, балетом, корпели на уроках китайской каллиграфии, танцевали в Большом зале звуки вальса, звуки танго. Выстрел. Автоматная очередь. С крыши школы искусств по военному вертолёту, где сидели снайперы, палили из автомата. Стрелявшего не было видно, он прятался за огромными тарелками спутниковой связи, усеявшими крышу школы словно грибы. Но вот он показался на миг, тёмная фигура, одетая в мешковатую куртку, явно на несколько размеров больше. Лицо закрывала чёрная балаклава. «Ближе!» — сквозь гул винта кричал спецназовец пилоту, сжимая в руках оптическую винтовку и стараясь в краткие доли секунды поймать в прицел фигуру в чёрном. «Автоматная очередь!» Человек на крыше проорал что-то хрипло, торжествующе, и поднял автомат вверх, поливая приближающийся вертолёт очередями. «Он нас достанет!» Снайпер на своих качелях болтался у борта вертолёта. Он сделал глубокий вдох, и... Всё произошло одновременно. Выстрел снайперской винтовки и... Человек в чёрном рванул на себе мешковатую куртку, открывая всего себя снайперской пули, словно почувствовал, что будет убит. Под курткой — жилет смертника с гранатами, аккуратно уложенными в гнёзда. Пилот ничего не мог сделать, никакого манёвра не оставалось для вертолёта, который был уже обречён. Снайперская пуля угодила смертнику прямо в сердце. Меткий выстрел. Но он же стал и роковым для всех них. Потому что в кармашке пояса смертника пряталась граната прямо там, у сердца. И она взорвалась. И за ней сдетонировал весь пояс. Взрыв был такой силы, что в пансионате с сосны задрожали стёкла. Куски арматуры, белые тарелки спутниковой связи, острые куски металла — всё, всё разом взметнулось в воздух, и взрывная волна принесла этот вихрь к ним. Вертолёт швырнуло вверх, потом вниз, вылетело лобовое стекло, снайперу куском железа снесло полголовы, пилота ослепило, взорвался бензобак. И вертолёт завалился набок, стремительно падая куда-то туда, за корпуса пансионата управделами, за сосновый бор, за вековые деревья, за теннисные корты, земляничные поляны, что в мае месяц ещё не плодоносили. За леса, за горы, за тридевятое царство. Упал. Взорвался. Те, кто стоял в оцеплении на удалении от школы искусств, спецназ, военные, все эти такие бессильные сейчас антитеррористические силы видели вертолёт, его конец, огненный шар над лесом и столб дыма. Видели всё это из террасы солярия пансионата «Сосны», где какой-то сильный мира, чин в распахнутом махровом халате прямо с процедур, в семейных трусах, встрёпанный, красный, потрясённый зрелищем авиакатастрофы, что-то орал в телефонную трубку почти ископаемого ещё восьмидесятых старого доброго телефона спецсвязи. Ещё с крутящимся диском, каких не встречишь больше, наверное, уже нигде в Москве и в стране. Может, лишь на какой-то почте под Воркутой или же здесь, в Кремлёвских соснах, где панически боялись гаджетов и не доверяли мобильным телефонам. Подслушивают, расшифруют, взломают хакеры. А стоявший перед чином на вытяжку офицер спецсвязи с катушкой телефонного провода словно робот крутил ручку катушки-лебёдки, всё удлиняя и удлиняя телефонный шнур. Потому что чин то и дело выбегал на соседнюю террасу, стараясь рассмотреть сам лично, что там творится за лесом, где упал вертолёт, что происходит у школы искусств, где в заложниках у террористов оказались дети. Их, тех, кто взял в заложники школу, выслеживали несколько дней после устроенных ими взрывов на рейсовых автобусах в Москве и Подмосковье. Рано утром подозрительную машину остановил патруль ДПС на шоссе, и террористы его хладнокровно расстреляли в упор. А потом, преследуемые погони, они очутились в Одинцове. Никто даже не думал, что они проникнут на территорию Николиной горы, но это же дачный посёлок, пусть и элитный, а не военная крепость. Их было трое вначале. «Сколько их сейчас?» орал в рацию генерал в форме безопознавательных знаков, командующий антитеррористической операцией. «Сколько их осталось?» Он стоял за БТРом. Оцепление протянули на удаление от здания школы. Десятки машин, фургоны спецназа, ГИБДД, полиция, пригнали всех. Но удача пока никому не улыбнулась. И кто-то уже погиб там, в школе, при попытке вывести детей из здания. «Двое или один?» отвечала рация. «Тот, кто на крыше, мёртв, но внутри, возможно, один погиб при первом штурме, значит, ещё один. Один? Точно? Или двое?» «Там мой муж! Сделайте же что-нибудь! Там мой муж!» Это истерически кричала молодая женщина в дорогом спортивном костюме, глубоко беременная на восьмом месяце. Она вырвалась из рук спецназовца, который хотел передать её врачам скорой, но не сумел, потому что просто не мог с ней справиться. Силы беременной утроились. Она била его по плечам, старалась вырваться. «Там мой муж! Пустите меня!» «Уберите её! Увезите отсюда! Нам только преждевременных родов тут не хватало!» Сидел генерал в форме без опознавательных знаков в рацию. «Да кто она такая, господи!» «Она там занималась, там курсы для будущих матерей в том флигеле. Мать и дитя, йога, что ли? Она там что-то забыла, вроде сумку. А муж за ней приехал и пошёл туда за этим. А тут стрельба. Он там остался, внутри, вместе с преподавателями и детьми. Там женщины и дети, племянницы губернатора. Она там тоже, балетный класс. Ей десять. И остальным примерно столько же. Там педагоги, преподавательницы балетного класса, её ребёнок малолетний. Она его взяла с собой, оставить было не с кем, как мы выяснили. Но кто там погиб во время штурма при первой попытке, мы не знаем. Такой взрыв был. Но наши все там, никто не вышел. И педагоги, и учителя. Этот... муж. Узнали о нём? Он не военный? Он местный муниципальный депутат из Одинцова. Его фамилия, кажется, Романов. Генерал опустил рацию. Кричащую женщину затолкали в скорую, которая развернулась и помчалась прочь от этого страшного места. Но остались ещё скорые, другие машины. А там, вдали, в оцеплении, родственники, родители тех, кто был в школе. Крики и плач. Рыдание. Вой. Они все ощущали запах гари от взорвавшегося вертолёта. На место его падения уже поехали пожарные расчёты, но пламя и дым... Пламя и дым. Их ощущали и внутри захваченной школы. Кто-то в её стенах пел, хрипло орал молитву, кто-то ликовал, призывая победу к своим и кары на головы всех врагов. Пусть лишь сунутся сюда в это место смерти. Осколки стекла в школьном вестибюле на полу. Выбитое при штурме окно, пятна крови, лужи крови. Человеческие останки, разбросанные взрывами гранат от стены к стене. Первый штурм окончился крахом для штурмовавших. Они все остались здесь. Их было уже трудно опознать. Но двенадцать детей успели в этой кровавой каше выбежать из того флигеля, что на первом этаже. А те, кто остался на втором, уже не имели надежды. Балетный класс, майское солнце, огромные зеркала в пол, балетный станок. Девочки, маленькие балерины в грязных юбочках, скорчившиеся в углу. Избитая в кровь учительница балетных танцев на полу. Она оттолкнула от себя человека в чёрной мешковатой куртке, когда он схватил её за волосы, пытаясь поставить на колени. А тот ударил её прикладом автомата в лицо, выбив зубы. Пятилетний сын учительницы балета, тот малыш, которого в этот роковой воскресный день не с кем было оставить, сидел на полу. Каждый раз, когда он пытался подползти к матери, человек в чёрном отбрасывал его пинком ноги назад, словно надоедливого щенка. Человек в чёрном сейчас был занят. Он чутко прислушивался к внешним звукам, но не подходил к окнам. Он словно исполнял какой-то чудовищный ритуальный танец на теле мужчины, распростёртого на полу. Он топтал его ногами. Он убивал его. Удары кованого ботинка сыпались градом в пах, в грудь, в живот, в голову. Избиваемый Романов 35 лет от роду не был ни атлетом, ни спецназовцем. Он был гражданским. И он ничего толком не знал о контртеррористических операциях и о методах борьбы. Он просто пытался после каждого сокрушительного удара встать на ноги. Он пытался подняться. Он не желал умирать, словно червяк, раздавленный в пыли. Удар в живот. Вот он встал на колени, упершись в пол руками. Удар в бок. Избитая учительница балета закричала пронзительно. «Не бейте его!» «Удар!» «Ещё удар!» «Не бей его!» «Бери щенка в охапку. Иди с ним к окну!» хрипло приказал человек в чёрном. «Гони своё стадо, женщина, к окнам!» «Эй, все вы, вставайте!» «Живо!» «Я кому сказал?» «Девочки, сидите, не вставайте!» закричала учительница своим подопечным балеринам. «Не подходите к окнам!» «Ты смерти ищешь, сука?» «Я тебя спрашиваю». «Ты смерти ищешь?» «Ну-ка встать!» «Все к окнам!» «Оставайтесь на месте!» из последних сил прохрепел Романов. «Они не станут тебе живым щитом!» «Встать!» заорал человек в чёрном, оборачиваясь к детям в углу балетного класса и их учительнице. «Встать всем!» «Все на подоконник!» Но они не покинули своего убежища, потому что их учительница с выбитыми прикладом зубами отчаянно замахала руками. «Нет!» «Нет!» И тогда человек в чёрном вскинул автомат и прошил её очередью. Её пятилетний сын быстро вскочил на ноги, ринулся к ней. Романов в этот миг не ощущал ничего, ни боли, ни близости смерти. Избитое тело вдруг стало послушным, гибким, гуттаперчивым. И в сильном броске он швырнул себя на человека в чёрном, сшиб его с ног, выбивая из рук автомат. Как это удалось? Но автомат отлетел к стене, а человек в чёрном шмякнулся навзничь, но тут же упруга, как барс, вскочил сначала на корточки, потом встал, выпрямился, рванул на себе куртку, под которой был надет на футболку такой же пояс, жилет смертника. Где ждала своего часа не взрывчатка, нет, но боевые гранаты. Он выхватил одну, сорвал чеку и швырнул в сторону Романова. Граната упала на пол и раз, два, три, взрыва нет. Раз, три, пять, взрыва нет. Романов подхватил гранату без чеки. Человек в чёрном впился в него, взглядом оценивая. Три, пять, семь, возвращаю подарок. В следующую секунду Романов подмял под себя пятилетнего ребёнка, закрывая его своим телом, прижимая к полу. Успел ещё крикнуть девочкам-балеринам в углу. «Бегите! Скорей!» Топот маленьких ног. Террорист не успел среагировать на убегающих детей. Граната без чеки поразила его, как камень из пращи. Ударилась о другую гранату в кармане гнезде пояса смертника. Доли секунды. Удивление на бородатом лице, ужас в глазах и... Топот маленьких ног уже по коридору. Прочь. Балетный класс опустел. А пояс смертника взорвался. Вопль. Алый фонтан. Пороховой дым. Осколки гранаты впились в тело Романова. Такая боль! Последним усилием он притиснул кричащего мальчика к полу-балетного класса, свято веря, что умирает не зря. Что, если уже и не суждено ему быть в этой жизни отцом своего ребёнка? Тогда он послужит щитом, оградой, бронёй ребёнку чужому. В этот миг он не боялся смерти. Абсолютно. И, может, поэтому смерть не взяла его. Редактор субтитров А.Семкин